Друзья, с вами Резмитрий Ророшенко, и сегодня поговорим о ваших вопросах, которые вы задавали по прямым эфирам 10 января 2024 года, первый прямой эфир в новом году. Вопросы вы задавали в комментариях, еще были вопросы в чате, но, к сожалению, по чату здесь на текущий момент ответить не получится, то есть обычно в чате мы отвечаем на ваши вопросы именно в прямом эфире. Ну а сейчас обсудим те моменты, вопросы, комментарии, которые, соответственно, вы задавали уже под предыдущим прямым эфиром. Итак, мама хочет сделать сыну вид на жительство, мама гражданка Российской Федерации, почему у сына должно на счету быть деньги? Я же русский, мы родители, почему я должна заплатить, также переплатить? Если мама хочет сыну сделать вид на жительство и мать гражданка России, во-первых, у матери должна быть постоянная регистрация в России, паспорт внутренний с пропиской, так называемый, по закону регистрации по месту жительства. У сына, соответственно, никаких нарушений не должно быть, и он должен подтвердить доход. Почему доход? Потому что в период рассмотрения составляет 4 месяца, и в этот период нужно на что-то жить и, соответственно, представить МВД ваши доходы. Более того, я бы, наоборот, озвучил в качестве преимущества подтверждение дохода в виде вклада, потому что вообще, по идее, должно быть подтверждение именно по источникам дохода, то есть официальным источникам дохода в виде оплаченных налогов. Но на текущий момент пока изменений нет, так что вы можете подтвердить вкладом, то бишь, это ваши денежные средства, за которые вам еще и платят банк хоть какую-то там копейку какую-то, но платят, и вы эти средства еще и представляете в качестве депозита, дохода на период рассмотрения вид на жительство. Поэтому я считаю, что есть преимущества по вкладу, а то, что нужно показать средства, такие условия для оформления вид на жительство. Значит, если нет финансовой возможности или еще что-то, то теоретически можно ходатайствовать в МВД, соответственно, для рассмотрения вашего заявления, если нет возможности оформить и подтвердить доход, может быть, еще какие-то есть сложности финансовые, то здесь все решается индивидуально, поэтому можно делать запросы на этот счет. Но просто у нас даже само по себе МВД, значит, просто уполномочено принимать подтверждение дохода, а ставка по доходам и, значит, сумма доходов и так далее, госпошлина, например, она прописана в налоговом кодексе, а сумма по доходам, она привязана к административному регламенту, который тоже принят законодателем, а не МВД. Так что здесь есть свои плюсы и свои минусы. Но я еще раз говорю, если нет возможности, вы можете писать, ходатайствовать. И писать ходатайства, ходатайствовать, оба исключения, значит, каких-то финансовых подтверждений с вашей стороны, в связи с социальными и другими проблемами. Здравствуйте, как с вами связаться? Через Telegram, WhatsApp, номер, значит, есть в описании. В Telegram есть чат, вы можете подключиться, задать там вопросы, написать свои какие-то комментарии, объяснения, разъяснения. Там работает чат, единственное, что те, кто спамит или сквернословит и так далее, реклама там и все остальное, она блокируется соответствующим админам. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня вид на жительство, есть ИП, могу на рынке как продавец работать. Если у вас есть вид на жительство, есть индивидуальное предпринимательство, то надо смотреть условия. Значит, условия осуществления деятельности в качестве предпринимателя на открытых лотках, ларьках там, да, и так далее. Потому что вообще у нас иностранцам запрещено работать и, ну, зависит от региона, опять же. Посмотрите регион, разрешение на работу в конкретном регионе. Ограничение по, значит, приему на работу, по отраслям. Здесь надо смотреть именно регион. У меня есть ссылка на постановление правительства по ограничениям. Прямо в телеграм-канале вы можете посмотреть. Иностранные граждане, значит, отраслевые соглашения, так называемые, да, постановления по приему иностранных граждан в каждой отрасли, в том числе и вот связанные с, там, общепитом, рынками и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь, опять же, зависит от региона. Так что вам здесь надо просто посмотреть местное какое-то постановление по работе на рынке. Например, берете, там, не знаю, Ставропольский край работы иностранцев на рынках. Там, постановление, там, региона, и у вас выйдет соответствующее постановление, которое корректирует. Например, вот в Краснодарском крае у нас вышло постановление, которое буквально тоже там на днях вступает в силу, запрещающее принимать с патентом и работать по патенту, и так далее. То есть здесь каждый регион тоже решает по-своему. Прошу вас в эфире разъяснить по поводу пенсии. Когда пенсионеры переезжают, что им ждать по законодательству России? Им ждать подачу на оформление пенсии. Значит, если соглашение в рамках ЕЕ с Казахстаном, значит, соответственно, вам переназначат пенсию. Но вы ее потеряете. То есть вы потеряете часть какую-то, какие-то надбавки и так далее. То есть менее гражданство. Поэтому многие, значит, оформляют вид на жительство в Казахстане. Еще различными способами решают вопрос, чтобы потом восстановить пенсию казахскую. Потому что она больше, особенно если это региональная пенсия, не московской пенсии или там с различным коэффициентом, обычная какая-нибудь, например, в Калуге пенсия, в Туле, в Тверской области и так далее, то, конечно, она будет, может быть, в разы даже меньше, чем в Казахстане. Потому что вы там работали, у вас есть какие-то свои набавки. Особенно если это досрочная была пенсия, там военная пенсия, по выслуге ли, то здесь могут ее просто не переназначить. Потому что могут не учитывать те условия работы, которые, соответственно, были в Казахстане. Такие условия есть и проблемы, они имеют место быть. Потом придется судиться, а по суду перспективы, они тоже сложные. Потому что достаточно сложно доказать вот эти факты работы и сложно очень убедить, в том числе и судью, чтобы приняли во внимание ваши какие-то доказательства по Казахстану, по Кыргызстану и там других странам ЕС. Я не говорю уже о странах, которые не входят в таможенный союз, так называемый. Поэтому вы, конечно, потеряете, вы имеете в виду. Поэтому прежде чем, возможно, оформлять гражданство России, вам нужно обратиться в соцфонд, отделение, выточнить, фактически там, может быть, расчет какой-то, чтобы провели. То есть какая будет у вас пенсия приблизительно, чтобы хотя бы вы ориентировались. Можно подать на гражданство по детям несовершеннолетним. Можно при наличии вид на жительство, отсутствия административных штрафов и других нарушений. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я подавал опокоти на РВП, на себя, на ребенка. Сказали, на ВНЖ можно подать только на себя. Так и сделал. Теперь волнуюсь, а как дальше? В ВНЖ ведь постоянный, в РВП срок ограничен. Вы можете сейчас вид на жительство, в принципе, подать и на ребенка на вид на жительство. То есть по вашему заявлению оформите вид на жительство ребенку, пожалуйста. Здесь проблем нет. И мне неизвестно, почему вам не разрешили подать на вид на жительство ребенку. То есть это сложный вопрос, с чем руководствовались инспекторы. Но вы сейчас, получив вид на жительство, если у вас есть уже регистрация, все в порядке, то вы просто отдельным заявлением можете оформить ребенку также вид на жительство, у которого есть РВП. Тут никаких проблем нет и все. Но все должно быть нормально. Я приехал в Питер три месяца назад, подал на патент. У меня есть ФМС на лечение, сейчас у меня кончается регистрация. Сказали, вам надо покинуть страну. Если у вас лечение, то теоретически, конечно, можно ходатайствовать о продлении. Но у вас режим 90-180. И поэтому, конечно, сотрудники инспектора вас предупреждают, что вы будете нарушать режим 90-180, и они поставят вам запрет на въезд. А дальше вам придется спаривать ее, доказывать, что вы проходили лечение. Поэтому зависит от того, какая форма у вас на текущий момент. Если у вас именно госпитализация, то есть необходимость пребывания в медучреждении, то, конечно, вы можете потом спорить. Данное ограничение, здесь проблем нет. Думаю, что не возникнет. Тем более со всеми нынешними поправками. Но если просто стационар или какие-то еще условия по лечению, которые не предполагают с собой госпитализацию и нахождение в медучреждении, то, конечно, вам надо покинуть Российскую Федерацию, чтобы не нарушать режим 90-180. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, у меня вид на жительство, у детей тоже в НЖ, прописка постоянная. Супруга может получить вид на жительство? Нет, супруга не может получить вид на жительство. Дмитрий, скажите, пожалуйста, у меня в НЖ могу ли я своим детям оформить ФНЖ? Можете по заявлению, можете оформить им вид на жительство. Я гражданин Киргизии, мой ребенок гражданин Российской Федерации, И мой муж тоже гражданин Российской Федерации Хотела бы ребенку в ВНЖ делать в Санкт-Петербурге Мне отказали Потому что у ребенка моего постоянная прописка в Челябинске А теперь так нам делать Дело в том, что нет у нас никаких проблем с пропиской ребенка Он может зарегистрироваться где угодно Поэтому мы должны были принять документы У нас нет привязки к ребенку по его регистрации Скорее всего, возможно, что ребенок зарегистрирован с отцом в Челябинске В области, в Челябинске И в связи с этим, может быть, из-за этого был какой-то комментарий на этот счет Но в целом, если ребенок зарегистрирован в другом регионе С отцом, тем более, совместно в одной квартире То нет никаких проблем подать документы в Санкт-Петербурге У нас нет никаких ограничений и запретов Можно попробовать через разъяснение Либо через личное обращение Здравствуйте, скажите, пожалуйста Мои дети граждане России Папа тоже гражданин России Мама ВНЖ Мы можем получать пособие за детей Если вы граждане Российской Федерации У детей есть гражданство Российской Федерации Тогда вы можете обратиться и уточнять по поводу пособий Но это по уходу за ребенком Обычно, если вы работали А если вы говорите про универсальное пособие То только при наличии гражданства Прошу вас разъяснить по поводу начисления пенсии Я из Казахстана, переехал в РФ Пенсионерка Стаж в России нет До 2004 года служил в Российской Армии Также работала в Министерской Федерации Где все написано Тоже с архивной справки Документы приняли Сказали, что, скорее всего, пенсия назначена не будет Ну, правильно Потому что, скорее всего, они по службе армии По выслуге лет Учитывая, там, периода не будет И что-то исключат Это, в принципе, нормально Это частая проблема с назначением пенсии Поэтому, значит, если есть варианты То, может быть, вам придется Оформлять в Казахстане, например, на жительство И там дальше переоформлять пенсию Как вариант Либо пытаться судиться В зависимости от того Что, значит, что будет написано в отказе То есть, какие периоды будут исключены Потом попробовать обратиться в суд С исковым заявлением В принципе, это месяца 4 занимает судебный процесс И по итогу уже, значит, там По итогу уже смотреть, что будет в решении суда Значит, на текущий момент Частая проблема у тех, кто служил И в армии, и в Казахстане В армии, и в российской армии То есть, некоторые периоды не учитываются По различным причинам Потому что меняется законодательство Так что, получите решение соцфонда Ну, а дальше уже там Можно смотреть перспективы суда Я гражданин Таджикистана У меня ребенок гражданин России Родился в 22-м году У меня есть РВП Хочу подать на паспорт Мне дадут паспорт Мне дадут паспорт, потому что нужно Видножительство оформить Материнский капитал Значит, дадут в том случае Если мать гражданка России И ребенок гражданин по рождению Здравствуйте, я получил видножительство в Кургане Могу я подать на гражданство в другом городе? У меня в другой город Временной регистрации Если вы видножительство переведете в другой регион Поставите там регистрацию по месту жительства Штампик регистрации То, соответственно, вы можете подать на гражданство Добрый день Если я подаю заявление на универсальное пособие На временную регистрацию Раньше времени в другом республике Вы можете через госуслуги подать на универсальное пособие И, соответственно, дождаться результата Если будет отказ То, во-первых, отказ чем-то будет обоснован Там будет, соответственно, написано условие Поэтому подать лучше Я бы подал через госуслуги Без привязки к временной регистрации А так вы можете обратиться в соцфонд Отделение соцфонда И подать заявление Временное постоянно здесь значение имеет Здравствуйте Скажите, пожалуйста Почему в некоторых районах не принимают на гражданство Например, в Краснодаре Говорят, что какой-то закон вышел Что, типа, сказали гражданам Таджикистана Не принимай Мне неизвестны такие законы На этот счет каких-то ограничений На моей практике нет Здравствуйте Имели я право стать репатриантом Если у меня есть статус РВП в России Репатриант статус оформляет через дипредставительство Если у вас есть РВП, вы можете подать на госпрограмму Переселение в конкретном регионе Поехал бы в свою страну и подал бы оттуда при возможности Значит, вы можете оттуда подать Но репатриант это по близким родственникам А не по статусу Поэтому, если у вас есть статус РВП в России В каком-то регионе То, соответственно, вы в этом регионе Просто подаете на классическую программу Госпереселения соотечественников А если вы имеете в виду именно отдельное Скажем, направление репатрианта То это только по восходящей линии По родственникам Либо по статусу гражданства Значит, либо по факту наличия в предыдущем В прошлом гражданстве и был выход И так далее Почему люди с восходящей линии Должны подтвердить свои знания языка Для подачи документов на гражданство А гражданин Казахстана, Ирака и Сирии И тому подобное Чего не должны Значит, если вы по репатриации подаете по восходящей линии То вы не подтверждаете Если вы СВНЖ подаете по восходящей линии на гражданство То вы не подтверждаете А если вы подаете по паспорту Казахстана Казахстана и Болдовы То вы подтверждаете знание языка Это обязательное условие А граждане Ирака и Сирии Значит, они не подтверждают Потому что они родились на территории РСФСР И, соответственно, у них отдельный указ Указ номер 11 Который регулирует упрощенный порядок Такие условия Здесь такие законы Спасибо, друзья Что посмотрели данный Небольшой обзор по вашим вопросам Естественно, они останутся Пишите в комментариях под описанием Также переходите в телеграм-канал Чат в помощь Для того, чтобы решать какие-то вопросы самостоятельно И поменьше совершать ошибок Потому что последствия не всегда удается решить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому